Девушки отдыхают 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 есть судак. В любом случае понадобится белая рыба. Я хочу уточнить круглые рыбы. То есть есть рыбы плоские, есть круглые. Вот судак, щука, форель крупная. Вот это круглые рыбы, которые удобно нарезать на стейки. Сегодня этим мы и займемся. Будем делать еще отдельно сальсу к рыбе. Можем начать. У нас будет несколько небольших этапов. Я сделаю сложный этап. Нарежу рыбу на стейки. Кристина, ты возьмешь апельсиновый сок, растительное масло у нас есть, оливковое. Выливай на 3 столовые ложки масла, вот прямо через ложку можешь отмерить. Наливай сюда еще 2 ложки апельсинного сока. Итак, режем стейки толщиной примерно в 2-3 сантиметра. В принципе, вы можете найти в магазине готовые стейки или в крайнем случае всегда продавец для вас их разрежет. Кристиночка, вот ты говоришь так, взялась за здоровый образ жизни, за то, как Гриша выглядит, хотя мы всегда считали его красавцем. Он тебя просил о том, чтобы ты ему помогла, или ты приняла волевое женское решение и возглавила эту компанию семейную по здоровому образу жизни. Пока вот женщина не скажет, что будет так, как я хочу, до то ничего не будет. Я подготовил рыбу, вычистил лишний. Теперь я вот тебе уже сложил практически. Как интересно, такими кругляшами. Вот такой кругляшок удобно сворачивается. Вы видите, что практически полностью вся рыба используется. Это еще делается для того, чтобы рыба равномерно проготовилась, чтобы она была одним цельным куском. Осталось только ее перемотать шпагатом. Это кулинарная нить. Несколько раз обворачиваешь, завязываешь на узел и обрезаешь. А я хочу сказать, что один из моих таких любимых советов, то есть даже если нет кулинарной нити, берете бинт, разрезаете его на несколько тонких полосочек и оборачиваете даже в один раз, поскольку он пошире, чем нить будет. И таким образом удается держать рыбу целиком. Мы знаем, что ты привез этот рецепт из Франции, но как ты там его нашел? Или он тебя нашел? Мы нашли друг друга. Дело в том, что принцип приготовления в пергаменте эпопиот, это достаточно старый французский классический способ приготовления многих блюд. Ну, особенно тех, которые быстро готовятся. Овощи, рыба, курица. Это позволяет продукту оставаться сочным внутри. Кто мне попался во время путешествия? Мы тогда с Машей ехали из Швейцарии во Францию, я был зарулен. Мы выехали из Лозанны часов в 12 ночи, поскольку в городе проходила какая-то выставка, переночевать было негде, вообще негде. Ну, мы решили, ну, нам нужно было в Париж как раз в обед уже попасть. Как жетуха! Да. Нужно в обед в Париж попасть. Поехали. Ну, едем, собственно, дороги, хорошие ночи, часа в два ночи, я понял, что не могу ехать уже, устал реально. И, ну, слава богу, был навигатор, я забил ближайшую гостиницу. Приехали в какой-то забытый богом городок. Специфика этих гостиниц в том, что когда ты приезжаешь, ночной портье, он же администратор, он бармен, он повар, он все. Экономия на персонале, но зато персонал может все. И вот этот человек приготовил нам вот это замечательное блюдо, мы с удовольствием его съели, запили бокальчиком доброго французского вина и легли спать, как говорится, утро вечера мудренее, добрались до Парижа, все нормально, поели. А рецептик ты запомнил. Конечно, рецептик запомнил. Вернее, я его, скажем так, достал из своей памяти, понял, что это, я часто встречался с этим в кулинарных различных источниках, а теперь практически вообще все просто у нас получается. Нужно рыбу опустить в этот маринант и пусть она чуть настоится. Этап номер два. Это вот сейчас мы как раз будем готовить пергамент. То есть нам нужны квадратные кусочки. Надюша, вот я сделал такой один кусочек, а ты сделай еще пять. Берем один кусочек, прямо сюда его кладем. Не смазывай маслом, ничем. В чем прелесть этого способа приготовления, особенно для рыбы. Мы сохраняем весь сок внутри, образуется пар. Оно будет практически такое же, как ты любишь готовить гриши. То есть это паровое, но при этом оно еще обогащено ароматами и вкусами, которые останутся все внутри, прямо в этом пакете. Посоли, вот как ты считаешь, на свой вкус. И перца чуть-чуть тоже не помешало бы для аромата. Так, положили лавровый лист. Есть у нас еще ароматические травы, есть тимьян. У нас есть вот такой замечательный поясок, в который мы можем несколько листиков вставить. Пару стрелочек розмарина. И при подаче это будет выглядеть все очень красиво, потому что мы делаем по-настоящему ресторанное блюдо. И последний шаг – это масло. Вот масло как раз растопится, оно нагреет немного лавровый лист, который начнет пахнуть. Сначала мы сложим пакетик, вот в такой вот бутон. Наливаем туда чуть-чуть вина и еще чуть-чуть. Можно, если что, вот так вот и пить. А вот теперь заворачиваем вот так вот. Давай мне еще кусочек шпагатика, плотненько. Нам главное, чтобы пар остался внутри. Посмотрите, какой получился у нас, если по-французски говорить, бом-бом. Конфетка. Кристиночка, теперь тебе нужно это делать с закрытыми глазами. А Кристина, ну оставляет Грише время тебе для того, чтобы могла ты с подружками пообщаться, развлечься как-то. Все-таки твоя жизнь же изменилась. Ты мама, занята ребенком. Да, весь теперь мой час полностью просвяченный Ванюши. До року не было взагалі няні. Тому Гриша розумів, настолько складно бути маме постійно привязанной до дитини. Тому весь вільный час, як настолько он мог, сам отправлял, каже, встречайся, будь ласка, с подружками. А я сижу с Ванюшкой целый вечер. Так, ну и винца немного. И винца. Ага. Ваня дуже у нас любит хліб. И когда мы куда-то приходим, например, в какой-то заклад, и я говорю, Ванюше, ну, единственный вариант – это пойти и самому попросить. Ваня недовго думает, что он бежит там до официантов, жестами, мимикой, показывает, что ему нужно. Мы приближаемся к производству сальсы. Сальса Верде – это будет тот соус, который мы подадим к рыбе. Он очень и очень простой. Выкладываем лук. У нас есть помидоры. Мы их выложим целиком. Только я тебя попрошу вот сделать вот такой небольшой надрез, чтобы шкурка потом хорошо отошла. Понадобится 4 помидора. И потом мы уже перебьем овощи в нашей кухонной машине. Надюш, тебе ответственное задание – собрать все… А ты клади сюда все мешочки. Друзья, отправляем нашу рыбу в духовку на 10 минут при 200 градусах. И самое интересное, что в это же время мы можем готовить овощи, поскольку им понадобится тоже 10 минут и тоже 200 градусов. Ну, все. Нет, не все. Моя очередь. Рыба и овощи готовы? Прекрасно. Ну, давайте поднимемся. Так. Ой, класс. Не, ну запах, случайно запах. Так, ну я забираю свои овощи. Овощи немного припеклись. Вы видите, что помидоры треснули. Получилось такое достаточно кулинарно-художественное произведение. И вкусно, и красиво. Но это мы еще не пробовали. Я так думаю, для того, чтобы соус приготовить, нужно дать немножко овощам остыть. Ну да, должны немножко. А давайте пока кофе выпьем. О, класс. Нескафе классик. Все начинается с Нескафе. Так. А я вот чищу пока помидоры. Вот как раз они прекрасно почистились. Давай ты мне тоже поможешь. Мы будем делать в кухонной машине, поэтому все произойдет быстро и легко. Три помидора мы перебьем в кухонной машине в такую густую томатную массу. Один помидор нарежем крупными кусочками. У нас во время еды будут попадаться в небольшие кусочки помидора. Это здорово. Очень удобно использовать нашу кухонную машину для того, чтобы быстро и без усилий с нашей стороны получить этот соус. Включаем нужную скорость, и все измельчается, перемешивается. Чего? Тебе доверяется отмерить количество перца, которое нам сегодня понадобится? Ну, во-первых, мы готовим так, чтобы Грише понравилось, потому что он в конце концов же попробует... Гриша любит с перчиком. Да? Да. Тогда, Кристиночка, говори, сколько? Менше половины, я думаю. Вот. Чик. Да. А мне напробуй еще кусочек потом. Ну, конечно. Разве я тебя оставлю без горького перца? С огоньком. Отличнее, да? С огоньком. Нет, бывало и круче, поэтому можно добавить еще чуть. Сюда же мы лук отправили. Добавляем растительного масла, где-то две столовые ложки. Угу. Если сальса будет достаточно густой, можно добавить одну или две столовые ложки воды еще. Так, воду добавлять не нужно. У нас еще есть по рецепту лимонный сок, поэтому как раз вот этой жидкости будет достаточно. Я налью одну столовую ложку. Эта сальса должна быть достаточно кисловатой, то есть это ее специфика. Красивый колер. Да. Не зря стоит сахар. Все зависит от того, какие помидоры. Вот у нас достаточно такие кисловатые. Я бы добавил все-таки чуть-чуть сахара. Мы балансируем по вкусу. Перец. У кого-то тут хороший аппетит. Вот сейчас отлично. Можно, да, попробуем? Конечно. Так, Надюша. Годится? Класс. Дуже смачно. Кристина одобряет. Надюша соусом без рыбы. Переливаю соус. Я нарежу еще немного зелени. Куски помидоров отправлять сюда или еще рано? Давай, давай. И туда же отправляем кинзу. Мы ее не перебиваем вместе со всеми остальными ингредиентами для того, чтобы она осталась кусочками. А что с рыбой? Может быть, посмотрим хотя бы? А вдруг Кристина скажет, не, Гриша такое есть не будет. Только соус. Ну, раз ты такая любопытная, то открывай. Кристина, можно я посмотрю, что у тебя получилось? О, боже, какая красота. Мы попробуем, каким вкусным она получилась. Чуть позже. Я пока напомню, как мы его готовили. Возьмите судака, белое сухое вино, оливковое масло, апельсиновый сок, тимьян, розмарин, лавровый лист, сливочное масло. Для соуса сальса ВРД помидоры, лук, сок лимона, соль, сахар, кинзу. Перед чили. Рыбу порезать на порционные куски. Обвязать каждый кусочек кулинарной ниткой. Смазать рыбу маринадом из оливкового масла, апельсинового сока и сахара. Сверху на рыбу положить кусочек сливочного масла и лавровый лист. Добавить тимьян и розмарин. Положить в конверт из двух слоев пергамента, полить белым сухим вином. Крепить конверт кулинарной нитью или зубочисткой. Выпекать при температуре 200 градусов 10 минут. Для соуса помидоры и лук запекать 10 минут при температуре 200 градусов. Снять кожицу с овощей, измельчить в блендере, добавить в перец чили сок лимона, соль, сахар, оливковое масло, черный перец, измельченную кинзу. Подавать рыбу в конверте с соусом. Кристиночка, ну как тебе результат? Дуже сподобався. По-перше, дуже якось оригинально. И Гриша будет задоволен 100%. Ты уверена? Да. Давайте же положим всем на тарелочки, чтобы была возможность проверить. Очень удобно сервировать это блюдо, поскольку сам по себе пергамент и является нашей такой чашечкой, в которой рыбу можно подавать. Берете, делаете вот так вот. Получается вот такое вот замечательное посудина. Красиво. Кристиночка, распакуешь и этот? Придется немножко, как говорится, постараться, но это вполне легко. А мы будем пробовать эту рыбу с сальсой. Мне кажется, что вот если ты придешь домой, Грише расскажешь, он скажет, поскорее приготовь. Правда же? Да. Я как раз в вечере сегодня старше спробую такие же блюда ему организовать. Да что там ждать? Давайте прямо сейчас. Гриша, заходи. Гриша, Гриша, Гриша. Да, Гриша здесь. Сюрприз. Ага, сюрприз. Любимая, привет. Это для тебя любимые цветочки. Боже. Гришенька, задание выполнено. Всем привет. Класс. Вот это, это кто готовил? Сая, я, сая, сая. Ну что, как ты хотел рыба, но не просто на пару, а приготовлена по-французски. Друзья, напоминаю, что там есть небольшая веревочка, не забудьте ее снять. Так. Смачно. Пахнет. 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 Сегодня в вечере будет все блюдо. Класс. Дуже смачно. Я необыкновенно рада, что в вашей замечательной семье теперь появится еще один семейный рецепт благодаря все будет добре. Привет, YouTube! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе.